Итак, ребята, всем привет! Сегодня мы приехали на один замечательный шурф, который, в принципе, давал зачетные находки Михалычу. Копаем мы сегодня с Михалычем. Михалыч, привет! Вот, и хотим мы сегодня попробовать его душуфить. Но, к сожалению, вчера был дождь, блистало прямо жутко. Доехали до этого места с проблемами. Вот, и сейчас тоже сидим в машине, поливает дождь. Но, слава богу, то, что какие-то просветы появляются, и это означает, что все-таки видеосюжет состоялся. Если вы меня видите, значит, что-то мы нашли. В общем, шурф интересный будет тем, что я вам продемонстрирую те находки, которые Михалыч подымал здесь буквально недели две назад. В общем, классные находки. Если вы досмотрите видео до конца, я их обязательно вам покажу, и вы просто будете потрясены, что на шурфе поднял Михалыч вот такие простые. Так что, все, ждем дождя и идем на шурф. Итак, ребята, пришли мы на тот шурф, который находится в кустах. Здесь просто заросли бешеные. Шурфленый он со всех сторон, но самое интересное место там, где сейчас шурфит непосредственно Михалыч. Оттуда он поднял, ну, в конце видео я вам покажу. Сейчас я вам покажу находку, которая, в принципе, Михалыч достает, выковыривает. Там что-то все горелое. И вот, смотрите, бутылочка царского времени целая, но она как. И сохранчик у нас такой, знаете, не особо интересный. Хотя чистка может показать. Год вам сказать не могу, но номинал трехкопеечный Николаевский образец. Вот так. Задел у меня есть. У Михалыча тоже горелая, убитая серебряная монета. Продолжаем. Итак, ребята, сигнал был отличный. И Михалыч еще его как бы только достал, и я побежал за камерой. Пропал, да? Хороший сигнал. Монета, да? Ну, что-то она подуставшая. Медь. Медь. Ну-ка, что-то там. Так, это у нас 3 копейки 24 год. Крупная горелая монета. Не то, не что-то. Да, крупная медь 3 копейки 24, тоже горелый. Вот. Михалыч тоже открыл монетой нормальный. До этого у него был как-то горелый. А сейчас монета. Ладно. Из глубины достал, между прочим, там горелая, горелая всякая труха и кругом угли. Ладно, в прямом эфире монетку подняли. А там еще что-то звенит, да, Михалыч? Опять поймал. Так, интересно. Вот она, да. Серебро. Это монета точно. Но что за монета, к сожалению, сказать не могу. Михалыч говорит, что серебро, судя по толщине монеты. Да, по-моему, серебро. Сейчас я ее немножко сполосну и вам покажу. Так что есть серебро. Классно. И этот шов, скажу вам, что был в свое время серебряный. Ладно, сейчас промою. Итак, ребята, потер я датировал тем, что это у нас серебро. Ну, серебро всего-навсего Биллончик. И, как вы видите, по рисунку я его ногтем пошкребыкал и уже проглядывается какой-то рисунок. Но я немного знаю. И это у нас Биллон РСФСРовский. Которые шли с 21 и по 23, 24, 25 года. Вплоть до 30-х годов. В общем, Биллончики были до 31. 31 года уже они раритеты. Так что вот, датировали 21-31 год РСФСР. Вот, уже достойная находка. Итак, ребят, сижу вот в такой вот яме. И хочу вам показать на примере культурный слой. Дом изначально, я говорил вам, что горел. Вот видите, слой горелого всего. Здесь, походу, часть от печи или что-то в этом роде. Потому что была створка здесь еще печная. Ну и сигнальчик был. Я уже гурт видел. И это у нас серебро. Блин. Класс, крупная. Но что-то, блин, горелое. Что-то горелое. Ну, что я могу сказать. Еще какая-то хрень тут напаялась. Здесь нагорелое, блин. Блин, сейчас я его сполосну и вам покажу. Итак, ребята. Я разглядел, что это за монета. И вот смотрите, вы сейчас будете приятно удивлены. Год-то мы с вами видели. А теперь, смотрите, внизу имеется надпись. 25 копеек. И с другой стороны, я тоже разглядел силуэт. Это голова. Вот на голова Николая. И вещь утрачена. И утрачена серьезно. Видите, да? Пупырки. Это от пожара. Но вот эти вот наросты, то ли от других серебряных монет, куски, или же атманисты. Так что зачет, зачет. Вот такое-то серебро. У меня выскочило вообще классное. Огонь. Просто огонь. А, блин. Блин, прям онлайн записал. Как меня завалило. Блинский нафиг. Ребят, находка. Находка, я думал, конина. Но это не конина. Это погорелец. Как определил? Именно по гурту. Гурт ребристый. Именно по гурту определил, что это не конина. Но это медь, что ли. Да какая медь? Нет. Серебро, ребят. Это серебро. Горелое, зараза. Да. Да-да-да. Печально. Печально. Дом горел. И все монеты какие-то здесь горелые. Ладно. Блин. Живой остался. Такая вот гора у меня здесь сзади. Видите какая. Выше моего роста. И все это обвалилось. Ногу присыпало. Прибор тут. Даже запуточка здесь стала вылетать. Вот так вот. Будьте аккуратны. А то в яме будете и вас похоронят. Ладно. Продолжаем. Печальная находка, конечно. Печальная. Но серебряная. Итак, ребята. Еще одна находка. Звонкая была. Я ее уже в руки брал. И был удивлен. То, что здесь все оплавыши. Серебряные. Лопатой я ее немножко пошкребыкал. И проглядывается. И проглядывается, ребята, смотрите. Белая. Белый металл. И это 100% серебро. Ну, очень маленькая. Может быть, 5 копеечная. Или 10 копеечная монета была. Но вот такой кусок оплавыша. Ладно. Продолжаем. Да ничего пока. Ребята, хочу вам показать. Вот смотрите. Дерево. И сигнал какой-то пробивается. Правда, тухленький. Вот смотрите. На грани прям. Я его уже пытаюсь. Но хочу немножко создать интригу, как говорится. Корни частенько, говорят, дают. Но я еще не раз, не раз за свою кладоискательскую деятельность, не раз в корнях ничего не находил. А говорят, блин, видеосюжеты там. Под корнями супер находки. Блин, ребят, не раз не находил под корнями ничего. 8 лет копаю, никогда ничего не нахожу. Вот. И решил вот сейчас вот сигнал какой-то пробивается. Но, блин, вообще здесь корни. И невозможно вообще. Сейчас может попробую докопаться. Если даже шмурдяк, если всякое там говно будет, я вам все равно покажу. А так сигнал какой-то пробивается. Прямо на грани. И так, ребята, здесь вот что-то. Ну, может быть, железное что-то. Не знаю. А? Не знаю, сейчас поставлю как-нибудь камеру, чтобы визуально вам... Что я не наебал у вас, не обманываю. Ребят, я не знаю. Разрубишь. И рублю, рублю. Не знаю, что там внутри. Ну, вот там есть, вот смотри. Часто где-то. Стоп, стоп, стоп. Мне кажется, это... Аська показывал не особо интересный сигнал. Ну, все равно. Блин, прям вот под этим корнем, что ли. Может, сюда выгреби, а смотри. Не обессудьте, ребят, что я варварски так отношусь. Я просто не знаю, что там находится. Дерево мертвое. Я вам покажу, что оно мертвое. Так что, можно и рубить. Чего пропал, что ли? Куда пропал-то? Блин, вот гвоздь какой-то. Неужели он? Да, ребят, это был гвоздь. Вот он был гвоздик. Так что, корень нас ничем не удивил. Это был гвоздь, Михалыч. Аська? Ну, все. Все. Это был гвоздь. Ладно. Номер не удался. Нет. Ребят, Михалыч здесь вот долбился до крысиной норки. Почему я стал снимать? Потому что шелуха листьев, это ладно. Но вы знаете, свежие, свежие пачки сигарет в норке. Крыса где-то лазила. Крысила, да, пустые пачки сигарет. Вот это да. Разломали мы карасиный домик, ежки. Вот так вот. Керамика, черная. Классно. Коричневая, я как бы здесь... А, коричневая у нас вон там, вон. Смотрит, сколько у нас получилось керамики уже коричневой. Всяко разное. Мы уже в один угол их не бросаем. Раньше как-то в один угол бросали. А сейчас как бы уже игнорируем это. И полно, полно всего. Черная, это вообще классная. Это вообще древненькая. Древненькая. Вот эти горшочки, по-моему, я вам уже показывал. Да, да, я вам, по-моему, показывал. Такие вот черные. Вообще огонь. Вот такая вот. Находок пока нету. Михалыч уже траншеи вон там выкопал. Огромная. Я по окружности походил. Две монетки поднял. Одну копеечку. После 61-го. И 10 копеек. Тоже 61-го. Прямо здесь вот рядышком. А на шурфе, как вы видите, у нас цари. Итак, ребят, Михалыч выкинул сигнал. Вот. И я как бы за камерой вон туда он бегаю. Я там копаю. А Михалыч здесь. И говорит, что поднял серебро. О, и да, это у нас серебро. К сожалению, сохран плачевный. Ладно, тереть не буду сильно. Хотя, да, сохранчик отвратительный. Гот. 1900. 1900 какой-то. Не знаю. И здесь тоже. Да он вообще какой-то деформированный. Смотрите. Здесь грань вообще что-то стерта. Вот такая вот красавица. Жалко, что утраченная. Пойдет, пойдет. У меня пока по нуля. Че там, Михалыч? Куча у нас уже вообще огромная. Смотрите. Это точно КамАЗ. Че там, древесина? Очень странный фундамент тоже оказался. Здесь вот под кучей засыпка куда меньше, чем туда в сторону. Фиг знает. Возможно, был какой-то погребок или что-то в этом роде. Ну, не знаю. Я пока по находкам ничего интересного нет. Итак, ребят, пришел я сюда. Ходил я, пробовал щупом новые места. И Михалыч говорит, что, возможно, мы немножко ошиблись с тем, что дом, может быть, шел туда. Потому что здесь всего на два штыка, а туда пошло глубоко и засыпка. Не знаю, может быть, Михалыч и прав. Сейчас, может быть, и здесь посмотрим. Хотя я там тоже фундамент нашел какой-то более-менее интересный. Но можно продвинуться, раз здесь серебро идет. Да, кстати, насчет серебра. Михалыч еще одну серебрушку дернул. Вот, смотрите, вот на серебрушечка царская. Что это? 15 копеек. 1908 год. Вот такая вот. У него уже вторая серебряная монета. И вот оплава, что же. Тоже серебряная была монета. Ну вот, пока у него четыре монетки. Нормально. Ладно. Идем дальше. Может быть, сейчас попробуем туда дальше углубиться. Михалыч работает вот с таким аппаратом. Звери у нас называется Фишер 44. Неплохой. Неплохой, между прочим. И катушка. Вот такая маленькая таблеточка снайперка. Вон, смотрите, Михаил Михалыч в работе. Щупом прощупывает. Прощупывает именно то, что куда мы, наверное, хотим пойти. Ну, не знаю, удастся у нас номер. То, что здесь дом продолжается. Или же все-таки заканчивать. Провалился. Провалился? А вот здесь вот попробуй. Здесь вот именно. Здесь не да, наверное. Там, видишь, как лес горел предусыпано все. Ну да, здесь как-то, блин, смотрите. Очень твердый грунт. Твердый грунт. А потом идет вот в культуру. Опа, провалился? Смотри, на полметра. Ух ты. Ну-ка, еще в другом месте ткни. Может там. Около ноги. Около ноги себе где-нибудь. На возвышение идет. Уже на возвышение? Вот. Нихрена себе. Смотрите, на метр ушел. Чуп, только руководит торчит. Офигеть. Как бы резко делать. Подпугу на пол. Ну, давайте попробуем. Может, что удивит еще, чем. Ну и находки, ребят. По традиции, на капоте. Что у нас получилось? Три медных. Трешка. Трешка 24. Трешку, двушку 24 я вам не показывал. Потому что в поисках ходил фундамента. И верховой в лесу. Поднял, был без камеры. Вот. Интересно то, что, ребят, фундамент дал. Четыре серебра. Раз серебро. 25 копеек. Два серебро. 20-го. Двадцатка. Пятнашка. И вот этот 10 копеек. Раз АФСР. Но это, ребят, не все. Были еще оплавыши. Вот. Не знаю, силуэт какой-то проглядывается. Не знаю, что это такое. Вот тоже монета была. Тоже оплавыш. И вот тоже. Это все серебро, ребят. Вот это все серебро. И я предполагаю, что вот эти монеты с манистой. Потому что, смотрите, на краях имеются такие пайки. И, возможно, это манисты. Это, видите, монета тоже какая-то заточная. Возможно, ее пытались припаять или что-то в этом роде. Вот. Так что вот так вот. Возможно, это были манисты. Потому что находились практически на одном метре. Но это не все, ребята. В конце домой сейчас приеду. Я Михалыча попрошу. Он мне покажет. Покажет две цинусных находки, которые он там поднял. Он их почистил. И я вам продемонстрировал. Просто огонь. Вот в этих кустах был шуруф. Ладно. Я с вами уже попрощался. Итак, ребята. По традиции, когда возвращаюсь домой, проезжая красивые цветочки, обязательно рву своей супруге. Так что сегодня у нас вот такие зачетные подсолнухи. Урожай не порчу. Это на обочине выросло. Так что рекомендую, ребята. Приехали мы домой. И Михалыч вынес мне именно те монеты, которые он выкопал с сегодняшнего шуруфа. Вот они. Красавцы. Красавцы. Будалые. Смотрите, какие. Блин, блинский. Просто любо-дорого взглянуть. Две головы Николая. Все это серебро. Любо-дорого взглянуть, смотрите. Приятные находки. Так что шурф. Что нам сегодня дал немножко. Один четверточок. Он правда убитый, горелый. И вот он еще. Два классных. Так что всем таких сигналов на шурфах. Удачи вам на шурфе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова